здравствуйте мои дорогие зрители школа рукоделия и я вика так сегодня мы с вами будем вязать вот этот вот жилет который я сделала скоростной разбор но хочу прям в начале видео вас заинтересовать заинтриговать это видео у нас будет начало вязания до проймы расчет на ваш размер начала вязание до проймы далее насчет очень увлекательное путешествие мы будем вязать так как на модели натуральной то есть подробно вот это скошенное плечо вперед уже в моей голове это все устаканилось поэтому начинайте вязать девчонки скоро будет я буду вязать на всю ту же четырехлетнюю девочку поэтому у меня это будет быстро продолжение не затянется то есть на месяц так что не волнуйтесь все будет очень быстро можете начать вязать и продолжение будет очень скоро я вяжу на маленькую девочку здесь у нас окружность 52 сантиметра полуокружность то есть вы измеряете ширину бедер либо ширину груди вы измеряете то что у вас шире потому что девушка одна написала а почему почему вы бедра измеряете груди больше всегда сантиметров не всегда поверьте мне у меня всегда бедра больше чем груди всегда всю жизнь была была я худая либо я поправилась все равно у меня бедра шире чем грудь вот так вот так что не не всегда грудь больше чем чем бедра и так полуокружность бедер 26 сантиметров здесь мы добавляем у меня здесь мы добавляем им на свобода облегания свободы у нас достаточно я думаю но но свободу еще дают вот эти вот боковые разрезы поэтому как бы перегибать палку со свободой облегания не нужно я думаю вот 10 сантиметров здесь самое она и больше и больше не надо потому что все равно она будет разлетай кай потому что там есть разрезы вот если все-таки хотите прям такой вот оверсайд большой пожалуйста добавляйте сантиметров 15 это уже на ваше усмотрение и так набираю я перед и спинка будут полностью идентичны так далее 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 значит у меня 36 сантиметров ширина будет изделия сейчас по поводу пряжи спиц все все вам расскажу вот кстати 3035 ну и сантиметр еще это не стирано не мощно то есть все вот по поводу пряжи пряжу я использую вот эту вот имитация мохера это не мохер это имитация здесь шерстяной нитки никакой нет но радует то что это анти аллергенная пряжа это акрил имитация мохера с алиэкспресс в обзоре он был ссылку под видео оставлю и в два сложения вторая нить у меня вот такая вот тоже акрил одна вот это вот и вторая начала вязать вот просто из одного мохера ну уж очень тоненькая мне кажется что не будет она красиво смотреться поэтому распустила и добавила вот эту вот еще акриловую нить хотела есть у меня темно-серой но все-таки это для девочки поэтому добавила вот такой вот за молочный так еще я связала образец а спицы три с половиной миллиметра но это у меня вы абсолютно можете взять другую пряжу другие спицы вот сейчас мы все будем считать вот вяжите образец у меня это так вяжите образец у меня это 9 сантиметров 20 петель образец из 20 петель у меня всеми нами любимый способ 20 петель 9 сантиметров сколько нам нужно набрать петель мы не знаем но мы знаем что у нас тридцать шесть сантиметров у нас должно быть здесь сантиметра здесь петель первым делом умножаем вот эти два числа 36 умножить на 20 и делим на вот это вот число здесь мы умножаем а здесь на получить получившиеся число гляньте как у меня на вторую на вторую бумажечку перешло делим на 9 и у нас получается ой господи 8 минус 72 не туда 8 написала представляете здесь ноль вечно отчета учудю с этими расчетами ноль переносим сюда значит у меня это для 36 сантиметров 80 петель тридцать шесть сантиметров значит здесь у нас полосы вот эти вот разделительные если это взрослый у меня здесь по 6 петель включая кромочную вот если это далее узор полупатентная резинка то есть сейчас сейчас я покажу даже те кто не помнит сейчас я покажу и вы все вспомните эти все узоры значит два маркера мне понадобится и набираю я 80 петель так еще поговорю немножечко про вот эти вот полосы их можно сделать больше либо меньше но меньше я бы не делала а вот больше может на пару петель а теперь девчонки изменения я забыла а вот сейчас когда набирала петли вспомнила что число петель должно быть нечетным для чего сейчас поясню поэтому я набрала 8 одну петлю одну петлю я добавил для того чтобы у нас вот здесь вот все все было симметрично то есть здесь у нас 6 5 6 и начинается все у меня с изнаночной петли и вот так вот красиво если бы тебе стоит число петель было четным то здесь у меня у этой планки было бы лицевая петля что уже не симметрично некрасиво поэтому одну петлю добавляем для этой симметрии так и первый ряд мы вяжем резинкой один на один и отделяем вот эти по 6 петель планки 1 2 3 4 5 6 вот видите после после планки и планки у нас получается изнаночная по узору вяжем до конца ряда и в конце тоже 6 петелек мы отделим так в конце у меня 6 петель тоже отделяем здесь изнаночная опять же в перепроверьте в этом моменте чтобы у вас действительно после после планки была изнаночная либо лицевая с обеих сторон а это уже тоже так и кромочная я вязала лицевыми вот там где планка видите чтобы такие вот узелочки по получились как бы по краю симпатичные а далее уже я вязала изнаночная вот видно здесь разницу да вот лицевая кромка вот изнаночная вот так второй ряд я эти планочки вяжу то есть меняю если у меня здесь узелок это жемчужный наш узорчик то я вяжу лицевой то есть наоборот по сути по узору я должна вязать изнаночную но я вяжу лицевой где у меня лицевая я вяжу изнаночную то есть череду меняем местами далее после маркера лицевую петлю я провязываю на ряд ниже не в петлю на ряд ниже таким образом у нас получается полу патентная резинка изнаночную обычным способом без изменений а вот лицевую в изнаночном ряду я провязываю под петлю вернее на ряд ниже еще раз смотрим не сюда в петлю а именно в дырочку под петлю и так все время этот узор в лицевом ряду резинка один на один в изнаночном ряду мы вяжем под петлю просто лицевую петлю и все а жемчужный узор мы в каждом ряду меняем как бы чередуем то есть скрещиваем вот так вот видите выглядит здесь где у нас под петлю вяжется изнаночная сторона она выглядит как английская резинка кстати можно английская резинка девчонки здесь уж ваша как бы на ваше усмотрение может можно в каждом ряду делать это лицевую вязать под петлю здесь уже смотрите что вы больше любите какая какой узор вам больше нравится мне вот допустим вот это вот нравится так так ну и тут нравится в общем смотрите сами выбирайте на свое усмотрение как бы сам узор конечно просто резинку я бы не рекомендовала слишком плоская она будет здесь бы хотелось пышности так дошла я до маркера здесь у нас опять же мчужный узор здесь у меня узелок изнаночная значит провязывая лицевую далее резинка 1 на 1 кромочная опять же лицевой и вот в следующем ряду все последующие ряды тоже самое смотрим узелок значит начинаем с лицевой и пошли резинку 1 на 1 здесь у нас по узору резинка где если здесь мы перемещаем как бы меняем местами то здесь мы ничего не меняем и продолжаем вязание так что касается длины как же нам определить это все дело как бы сколько нам вязать этот разрез это столько сколько мы хотим да но я взяла вот за основу так такой вот расчет значит до проймы у меня вот здесь вот я посчитала по высоте я вяжу на 100 104 высоту ребенка и для того чтобы это было туничка я посчитала что здесь у меня будет 45 сантиметров вот ось вот видите мадам брошкина 45 у меня будет всего здесь у меня будет 30 сантиметров а здесь 15 всего 45 минут из них две трети у меня пойдут на разрез из две трети а здесь одна третья то есть здесь у меня 20 сантиметров здесь у меня 10 сантиметров если в сантиметрах то есть до проймы вот таким вот образом я распределила свое как бы вязание то есть через 20 сантиметров здесь прекрасно видно что я перешла просто на полупатентную резинку до проймы вот и там она будет чуть сшита сантиметрик до вот этого узора и вот такой вот у меня будет разрез вы же определяйте по себе то есть вы вы на себе можете измерить на джемпере на каком-то на себе измеряйте длину две трети уходит на разрез одна треть уходит на сшитое вязание но при этом девчонки это не обязательно вы можете и меньше разрез делать и больше и сделать спинку длиннее перед короче в общем извращайтесь как хотите вот исполняйте как хотите все все допускается здесь и сам сама соль вот этого мастер-класса моего будет во второй части сейчас мы вяжем то что мы хотим а вот самое интересное будет во второй части когда мы будем вязать вот это японское скошенное плечо и я думаю будет чему получится потому что я на самом деле пересмотрела кучу видео прежде чем я родила в своей голове вот эту вот модель так чтобы ее полностью повторить вот так как она есть в оригинале и вот то что у меня родилось мне очень нравится девчонки поэтому я и разбила на две части кто прям его хочет вязать пока вы свяжете до проймы я уже мастер-класс сниму и вы свяжете и я думаю я должна быть очень удачная моделька и так девчонки небольшая поправка я прошу прощения ну вот слава богу что я еще не выложила видео у нас дело в том что вот эти вот первые и вы представляете рисунок мадам дружкина вот только есть вот этот вот из первого видео а тут что начала рисовать выпросила уборку называется затеяла ну в общем такое у меня бывает ну да ладно я думаю там же начало видео с этим с этой схемой сейчас я просто продублирую здесь я провязала 30 сантиметров но вот в чем вопрос девчонки дело в том что сокращение у нас идут до вот этой вот я не увидела видите до этого момента то есть тут она как бы сужается ну визуально вот здесь вот в этом месте давайте вот давайте это старые старые наши предположения а здесь вот так вот я нарисую вот такой вот форму должна принять вот видите в первом видео и неправильно я по классике жанра все объяснила а на самом деле это нет я думала что они вот как в классической пройме вот здесь вот сокращение а нет они у нас вот здесь и пройма у нас начинается открытая часть отсюда начинается уже после этих от 4 нарисовала я их 4 делать не буду потому что у меня детская жилеточка я их сделаю вот отсюда открытая то есть перед проймой я их сделаю 2 ну что детская а вы же обязательно сделайте 3 значит как я их буду делать так считаем петли 1 2 3 4 5 вместе с кромочной я провязала вот и вот это вот 6 если она у вас 6 либо 7 вот пусть будет 6 ну пусть это будет лицевая то есть или шестая или 7 зависимости от того какая у вас здесь получается петля и провязывая 3 вместе лицевой и далее продолжаю по узору то есть шестая петля у нас 6 7 8 3 вместе лицевой вяжем до конца ряда и не довязываем 8 петель чтобы точно также закрыть эти петли вот таким образом мы по две петли сокращаем одновременно сокращение я буду делать одинаковые там и там там в оригинале у нас и на переде и на спинке одинаковые сокращения поэтому и там три и там три но в моем случае это по два сокращения это значит что по 4 петли с каждой стороны я убавлю ось 1 2 3 4 5 6 7 8 и вот эти вот три петли что мне нужно сделать мне нужно лицевые повернуть и провязываем с уклоном право 3 лицевые и далее у нас остается 5 петель теперь я вяжу 7 рядов и в восьмом ряду делая еще один раз вы же вяжите 7 рядов делаете сокращение и еще 7 рядов и еще одно сокращение делайте так девчонки у меня изменения как обычно в общем я все-таки решила сделать 3 убавления потому что я делал достаточно большой припуск на свободу облегания поэтому все-таки я сделала три в каждом шестом ряду вам же как ну как для детского да вот видите 123 убавления вот и соответственно распустила чуть вот этой части которую я связала 10 сантиметров как и планировала вот я ее распустила и связала нормально уже полноценно вам же советую для взрослого в восьмом ряду делать эти убавления я сделала в шестом потому что мне не нужно было здесь много вот это же самое на передней детали то есть обе детали у меня одинаковы в данном на данном этапе и сейчас я заканчиваю эту часть видео это будет первая часть во второй части мы сделаем вот этот весь вверх все что нам нужно довязать эту японскую японское плечо все у нас впереди девчонки все а на сегодня я прощаюсь с вами была века школа рукоделия всем пока пока